всем привет сегодня необычный для моего канала контент я начинаю тестирование блоков питания и особенно рад что начинаю его с уникального единственного в своем роде блоки питания это fsp гидро ptm плюс с мощностью 850 ватт в среднем и до 1000 ватт в пике а версия на 1200 ватт может выдавать в пике 1400 ватт по крайней мере так указано в характеристиках на официальном сайте уникальный блок питания тем что у него гибридная система охлаждения с одной стороны у него расположен стандартный вентилятор который продавать блок питания а с другой стороны у него расположен водоблок производства известного бренда beats power который охлаждает основную плату блока питания в том числе силовые элементы и трансформаторы впервые заблок питания представили на кабинтех 2017 если я не ошибаюсь примерно через год или чуть больше он появился на прилавках интернет-магазина в сша у меня как раз такая версия на обзоре и в ближайшем будущем будут продаваться и в снг как вы видите отверстие для подключения водоблока к системе охлаждения расположены на той же плоскости блока что и разъемы для подключения кабелей питания подключать кабели водоблок не мешает а вот отсоединять их достаточно проблематично но так как на работу самого блока питания это не влияет то за минус это считать в принципе нельзя скорее просто неудобство из-за конструктивной особенностей зато водоблок обладает многими любимой rgb подсветкой и она реально красивая и официально совместима с программным обеспечением аура от asus но на самом деле подсветка управляется любым программным обеспечением или внешним блоком управления подсветкой компания fsp одна из тех кто на рынке блоков питания присутствует уже давно и зарекомендовал себя как качественный бренд она наравне может конкурировать с таким топовым брендами как сисоник и суперфлавер которая делает качественную продукцию не только для себя но и для многих других брендов к примеру be quiet именно платиновые блоки питания be quiet построены на базе fsp которую они и применили в блоке питания hydra 5 м плюс с некоторыми доработками и улучшениями я это сразу увидел при разборе и анализе этого блока питания кстати вентилятор был производства неизвестной мне фирмы про техник электроник но его шумовые характеристики были очень достойные когда я проверил их при помощи контроллера оборотов вентиляторов сам вентилятор не крутится пока не будет превышен пиковый порог мощности равны 400 ваттам но вентилятор конечно же здесь не главное а главная начинка примеру входной фильтр или как его еще называют фильтр электромагнитных помех имеет полный набор необходимой качественной элементной базы для защиты от дифференциальных и симфазных помех рядом с входным фильтром размещены три диодных поста по 15 ампер хорошие японские конденсаторы непон чемикон высоковольтной части и в выходном фильтре а также много дополнительных конденсаторов на плате с разъемами подключения кабелей также вы можете видеть отдельную плату с подстроечными резисторами там разместились преобразователи дежурного напряжения 3 3 5 вольта а в рамках синхронного вывернителя за 12 вольт на питание отвечает 6 мосфетов инфинио 0901 нс каждый из которых рассчитан на 100 ампер правда немного расстроил уже древний четырехканальный супервизор ps223h который выпускается с 2004 года но в целом сойдет также нужно пить что трансформаторы блока питания собственного производства fsp многие из вас не поняли и половина из того что я сказал поэтому нужны наглядные тесты сейчас бы я перешел к замеру кпт блока питания и пульсации выходных напряжений так как нормальный тест блока питания без этих замеров обойтись не может но их в этом видео не будет если вы спросите зачем мне тогда выпускаю это видео то ответ простой я обещал компании fsp что сделаю обзор на этот блок питания до конца сентября так как уже скоро они появятся в продаже но в начале сентября я повредил запястье а в середине сентября меня в эту же руку укусила оса в результате чего я получил сильный химический ожог и не смог провести тестирование так моя рука была почти полностью парализована так что это видео является ознакомительным а полноценное тестирование я проведу уже позже и вставлю результаты его тестирование в обзор на другой блок питания от компании fsp hydra g на 1000 ватт на этом у меня все до новых встреч